Всем привет, с вами Максим и я, и Жека. Мы набрели на какого-то маркиза Сажи, который, по всей видимости, является каким-то быстрым роботом. Может быть, а, подожди, ловушки, интерпретация огненной торнадо. Это какой-то непонятный общий персонаж. Я сразу о нем не слышал в игре Ван Хельсинга. Возможно, он как-то связан с Фульмиатти. А невозможно, он так и есть, связан с Фульмиатти. Скорее всего, один из него каких-то генералов. У меня есть предположение. Мне кажется, что это не маркистер Сажи, а маркистер, магист Маркиз Сажи. То есть, это такой парень Трубадур. То есть, не Трубадур, а этот, как он называется. Который, значит, эти трубы чистит. Как он называется? Ну, я понял. Трубочист. Нет, нет, нет. Трубочист, да. И вот здесь, если я половину слова правильно сказал, для меня это сейчас большое достижение. Опять я стал говорить громко, бедная моя соседка. Бедная страдочка. Я не пойму, что вообще он здесь делает. Вот этот вот маркиз Сажи. Вообще, не пойму, откуда, почему. Это как будто бы, если бы сейчас здесь вывелится нам на помощь Чебурашка, чтобы убить его. То есть, это вообще ни к чему. Ну, откуда, нам ни разу об этом не говорилось, не упоминалось, и он что-то. Стрелять, халп, стрелять. А, ну, нам вполне очевидно, что для того, чтобы пройти дальше, нам нужно спустить этот мост. Этот мост, я так понимаю, охраняет этот самый маркиз Сажи. Я не могу по нему... А, попал, даже попал. И сейчас мы высокоинтеллектуально стреляем по движущейся... О, слава, яйца, мы убили его. И... Я думал, это не случится. И сразу же у нас русалочки наши родимые. А, русалочки крутые. А, Жене, ты вообще не слышишь как-то? Вообще слышу. Да. Круто. Я знаю, что ты... Нет, просто так, на всякий случай. Пош, зачем? Давай уже сюда пойдем. Давай. Ну, ты первый заходишь, потом я. Резня на крыше. Давай, заходи, потом я. Не вижу. Окей. Резня на крыше, говоришь? Так, сейчас окей. Окей, и мы сделали это. Мы добрались до дворца машин. Офигеть, это что? Это откуда? О, боже. У нас остался последний. Пока я не договорю, я удариться не буду. И теперь у нас остался последнее наше задание. Мы должны найти самого Фульмигати. И это прекрасно. Прекрасно. Я рад за тебя, но меня убили. Бывает, тресайся. В жизни не огорчение, вместо хлеба и печенье. Мы добрались до крыши, это здорово. Но, блин, не зря что называется локация Резня на крыше. Ну, тут локации, спойлерщики, блин. Кто-то так локации называет? Нет бы написали, фиалковый лес, пони. Вот тогда бы все с удовольствием. Классно, а тут такая борода с дрезня на крыше. Тем не менее, это очень красиво, классно. Не, ну, мне нравится вот этот купол, допустим. Стеклянный. Стекло не красиво сделали. В игре. Не, вообще красивая игра, на самом деле. За, вот если бы можно было оценивать, да, за графику, там, 100 из 100. Ну, 90, ладно, 95 из 100. Ты знаешь, я не против, если ты будешь оценивать. А больше, как бы здесь, никого нет, кто может тебе запретить сделать. Так что оцених вообще. А сюжет тоже, ну, как бы есть он, да, это уже радостно по игре. Вот. Был? Сюжет закончился, да. Сюжет закончился. Ну, да, основная задача. Но вот, скажем так, геймплей, или, как сказать, подключение друг к другу. Как можно назвать подключение друг к другу? Кооператив. Сетевой код, да. Да, вот он ужасен просто. Я не знаю, наймите, разработчики индусы, наймите тех, кто сталкивался хотя бы с ним. Там, там, украдите из компании, кто делал Торшлайд, там, я не знаю, кто-нибудь, контроллер, я не знаю. Ужасно, просто ужасный кооператив, я не знаю. Это, ну, хуже был у меня кооператив, только когда я играл сам с собой. Когда я пытался изучивать две роли, это было ужасно. Можно посмотреть. Я не слышу, к сожалению, что говорит Максим, но я догадываюсь, что... Были что-то остроумные. А этот кооператив можно посмотреть у тебя на канале, когда ты говорил сам с собой? Нет, я тогда играл сам с собой. Это было давным-давно. И неправда. Это было еще до интернета. До компьютеров. Это было. Уважаемые 90-е. Подписчики моего канала. Если кто-то из вас является профессиональным доктором, который лечит шизофрению, напишите мне личные сообщения. А я, кстати, сам себе психолог. Мне не угрожает опасность, вы слышите? Я, кстати, сам себе психолог. Я хожу на лечение сам к себе такое. Сначала высказываюсь, потом слушаю. Я не все, не шучу, поняли, да? Одному человеку очень нужна ваша поддержка. Не до системы. Где ты вообще? Да вот, рядом. Как бы. В куче. Как ты умер? Вот ты рядом стоишь, стреляешь. Я пришел, я тебя похилил, кстати. А, окей. Все хорошо. Я говорил там о чем-то интересном, но, блин, забыл. О психологе. Когда ты сказал, что ты записал как оператив сам с собой, я забыл. Я имел в виду, на самом деле, я имел в виду. Не, я понимаю, как, да, я... Дэнди. Дэнди. Ну, ладно. Возможно, когда я играл в Дэнди, я действительно записывал как оператив сам с собой. Но вообще, на самом деле, я сейчас продолжаю историю, которую я начал... Помните, когда мы говорили о том, кто смотрел какой летсплей? Я начал смотреть блэковский летсплей. После я закончил о том, что я купил себе Xbox. И мы закончили на этом диалог, потому что забыли о том, что говорили. Увлеклись сюжетом просто игры. Вы знаете, здесь так разворачивается. Да, неожиданные повороты. Я тебя похилил. Неожиданные повороты, да. И фишка в чем? Я начал смотреть блэка активно после записи. После того, как я купил себе Xbox для того, чтобы пройти Dark Souls. То есть вот именно мне было классно. Потому что из моих друзей и знакомых никто вообще в моего возраста в компьютерные игры давно не играет. Не знаю, там, да. И мне как-то было тяжело найти человека, с которым можно было поделиться этой гениальностью этой игры. И вот это вот абсолютно классно. Такое ощущение, что геймеры вымирают. Да ладно, какие вымирают. Ты видел, сколько этих, не знаю, там, ребят играет, да, во что-то огромное. Но они почему-то все, не из моего города, не мои знакомые. Не с кем пообщаться, это по душам. Я замерз... А, нет, не замерз. Да-да-да, и ты говорил, тебя перебил. Да, и вот, я когда проходил Dark Souls, я смотрел Let's Play, я сам играл и смотрел Let's Play Black, и больше никакой информации я в игре не получал. То есть это было круто, это было прямо для меня, то есть я знал, что есть огромное количество вики, то есть я адекватный человек, я умею пользоваться гуглом. Это было специально сделано для того, чтобы как бы воскресить вот те воспоминания приятные, да, то есть когда у тебя интернета вообще нет, интернета еще не существует, его еще не изобрели. У тебя есть какая-нибудь там игра, которую сложно пройти. Для меня это на Сеги был Gear Solid, не Gear Solid, а Metal Gear, тогда первый. Да, это та серия, которая была еще до Metal Gear Solid. Вот такие примерные впечатления были. В общем, товарищ Black был для меня как приятная такая компания, собеседник. Вот с тех пор я смотрю его Let's Play. Это был автобиографичный, это был автобиографичный кооперативный Let's Play. И давай на этом закончим серию, то есть это будет финал, на этих словах. Обалдеть, Фокотропа. Да, у меня уже не лезет. И хай в карманчике. Карманчиков нет, лежит Хельсинг. Там наверху видишь, там наверху куда-то еще можно пройти. Ну, мне кажется, вот не наверху, а вот здесь, по этой тропинке. А, возможно, да. Возможно, внизу, да. Привет, Зидиа, да, крыша. А чем ментом? Мы прошли резню. Да? Блин, я не видел сюда. Ну, как-то да, как-то она прошла в том тоне, как ты рассказывал про Black. Она прошла как-то быстро. Ага. Я ожидал большего. Я ожидал парочку жаба-тауэров, там, я не знаю. Все впереди, мне кажется. Ну да, Фульмигати, наверняка Фульмигати как, мы его убьем, он воскреснет, расстраивается. Ну, мне хотелось расстраиваться. Давай. Слушай, давай сейчас дропнем запись и портнемся. Обалдеть, это... Что? Это машина! Это машина суденного дня, которую он все-таки доделал. Офигеть, блин. Это жестко. Да-да-да-да-да, давай, давай, попробуем его мочить. Я надеюсь, ты в этот раз не умрешь. Я просто... Знаешь, что подумал? На самом деле, не его надо убивать, а вот эти вот столбы. Ракетно-управляющий регулиратор, допустим, вот, где я сейчас мочу, который... Угу. Мне что-то кажется, что это полезнее будет. Инициатор суперзаряда, ты имеешь в виду? Ну, там их очень много. Разных, наверное, очень много разных. Попробуем. Защитный матричный буфер. Их там столько вообще... Ооо, он меня вообще хорошо опрокинул. Тикай, тикай сюда, тикай сюда, тикай сюда. Он... Почему он на меня? Не агрессивный на меня. Потому что я, на самом деле, его дубасил довольно долго, и у него не уходила жизнь. Да, и для тех, кто не знает, мы перезапустили просто игру. Будет у нас такая резаная. Вначале мы все смотрим ролик, все замечательно. А тут мы уже так прожженные игроки играем и убиваем. А потом меня выкинуло. Да, его выкинуло, и я тут сам, на самом деле, бегал. Не знаю, я все... Ну, один столб я уничтожил, но, естественно, этого не остановилось, нет, не сохранилось, потому что мы играем, грубо говоря, хост Максим. Ай, 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 ай. Делать вместе, бегать. Ай, 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 ай. Давай ты их вводишь. Ты чё прикалываешься? Да зачем привел ко мне столько людей? Давай ты их вводишь, потому что они меня убьют. А те ты пока будешь бегать, и тебя не убьют. Меня тут опрокидывают, кого кто вводит, я не знаю, я встаю, долблю. Меня убери, не? Не, не убери пока. А, давай ты их будешь вводить. А кого водить? Я меня убиваю тут, я на месте стою, меня убивают, а ты говоришь водить. Они за мной не охотятся, за мной охотятся только летающие. Ну, вот сейчас оборотни начали охотиться. Я вообще не вижу. А, вон вижу тебя. Не, я умер как бы. У меня красное хп. Я не знаю толку, что я буду бегать вокруг тебя с ними, если половина всё равно за тобой охотится, и та же половина, которая охотится, это уже много для твоего же хп. Просто это единственный способ пройти, это если ты будешь без них бегать, ну или в принципе, у тебя получается убивать там что-нибудь? Я уже один столб уничтожил. Ну, тогда здорово. Не вижу смысла мне бегать, потому что, я не знаю, там, отпивайся просто. И если ты уничтожаешь эти... Столбы уничтожаю, да. Да, то всё равно. То есть, я думал, что у тебя не уничтожаются. Не-не-не, всё нормально. Я наоборот их хорошо коцаю своим вторым скиллом. Именно одним скиллом, точнее. Для этого куча манежу, конечно, которые я не особо-таки закупил, но 200 штук ещё есть. Какое-то время продержу. Ну, да, действительно, 200 штук на пару дней хватит. На пару мобов. А-а-а, вот это он меня опрокинул. Хорошо, текаем, текаем. Робот, фу. Фу, фульмигати, фу. Отстань от меня. А-ха-ха, прекрати, что ты делаешь со мной? Ха-ха-ха-ха. Нет. Вот этим лазером он меня хорошо жужжёт. Так. Защитный. А матричный буфер, осталось ему немножко жить ещё. Ещё, ещё пару ударов. Ееееее... Ударчик, ещё. Дар. И... Есть. Уничтожил. Следующий столб. Вся серия такая столбинная будет. Ха-ха. Столбовая. Я вот не пойму, почему моя Катарина нифига читит. Никого... А-ну, давай, вот так вот бей. то есть нет я больше про я больше ничего не делаю я бегаю я сейчас попытаюсь избавиться от всех ребят которые мне здесь но у меня были не получится даже постоянно на меня агриться новый то не да они постоянно без без отката подката точнее вас возрождаются в своих дверь как железненьких убегать откуда у него столько вообще монстров да у нее средства чтобы вызывать столько монстров это слышали эти ворота можно уничтожить чтобы они не прибегали давай уничтожай это у меня жизненная жизнь жизненно это не хватит жизни жизни мало нужно больше жизни а я наконец-то припы придумал себе тактику я буду на пока у меня хватает стоять 2 летители столбы собственно помогает жене оставшееся время и ничего страшного что в это время будет мне будут бить гуси это свора ребят который сейчас бегает за мной половина к черту сейчас я не ворота уничтожить чисто попробовать за тобой там бегают пока бегают среда ребята которые смотрят но и серии видят что это 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 все он видите да видите вообще никто и был вообще никто не бьет вот вся эта толпа она бегает исключительно за мной я хочу ворота уничтожить одни хотя бы а это неплохо получать так у нас . откуда то жизнь берет смотри вот я сейчас пойду по линии с вами ворота в ворота в откуда он берет жизнь вот индикатор супер заряда инициатор супер заряда точнее я вот это сейчас уничтожить я думаю что ему будет баба от этого пока не мере но я пытаюсь уничтожить ворота я искренне прощу принять уничтожить ворота пожалуйста может быть тогда я смогу остановиться я думаю если я бы займусь воротами то это никакого сильно толка не принесет потому что ворот здесь на самом деле очень много и уничтожение одних ворот возле которых нет уже собственно шпиля или столбика из заряды который он берет то это бессмысленно мне кажется самом деле я сейчас инициатор уничтожен супер заряда от бегай пока огня и молвов за собой а вот это он мне откинул нет 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 не убивать не убивать я всего лишь в ангелсинг я всего лишь хочу тебя убить фу-фу какая гадость ну еще вот и есть я уничтожил инициатор а это что такое сборочный ангар ага тут их много вот еще столбик реконструктор материи вот это у нас заруба здесь выходит жесткая я не слушать а максим ты опять пропал или ты просто нормально нормально нет 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 я я я я просто молчу просто да просто чертовы ворота псарня не регенятся попробую уничтожать не псарни а там такие маленькие ангары сборочные вроде как-то они так называются возможно от этого будет больше толку чем от ворот потому что ворота да если вегенятся то вообще какой смысл было добавлять это ловушка ловушка реальная ловушка но честно говоря мое отношение к дизайну этой локации к балансу с мобами нельзя выразить цензурными словами то есть я сейчас просто родственников и разработчиков по всех ли по линии абсолютно по всем и последнего колена что то говорит кажется флюмигатия если я не ошибаюсь я просто сделать и звук потише в игре чтобы он не мешал нашим беседам для меня убили меня тоже убили даже электричеством я бы так сказал древние вещи круто подобрал мне кажется что вот это вот сборочные ангары я на самом деле тебя ужасно просто слышу звук лагает я не вижу ни одного столбика и кажется мы все столбики уничтожили сейчас еще раз отбегу до конца по кругу и если это так то можно спокойно приступать к его уничтожению суши вроде бы да вроде бы мы да все нету больше столбиков можно его нас уничтожает только где он вот он ой да смотрите у него жизни вообще мало подождение убивая только то еще чтобы убивать но как у него четверть жизни где-то примерно но хорошо только подожди пока не выпадает то это у меня опять зависла я не вижу где ты сзади меня где-то да это у меня за этой карту показывает тихо 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 так у него где-то процентов 15 жизни ты как у меня из логату показывает а мне не отпустит вообще никогда и записываешь ну да нормально нормально погоди погоди он выживает он улетает куда-то что что у нас с вами хотят хочет сделать господи жалко максим этого не видят это он убежать решил ну вообще как последний дрос обалдеть музыка хорошее улетаю летаешь что 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 он убивает ванхельсинга грубо говоря да я так понимаю подожди это реально происходит о господи боже мой у меня начались титры ты меня слышишь максима ты меня слышишь а так как я все равно ты это увидишь им чтоб ты был в курсе событий после того как и ты вылетел я тебя долгое время не слышал я тебя воскресил а ты стоял на одном месте оказывается здесь можно воскрешать умерших напарников вот так вот мы-то узнали в конце игры я тебя воскресил но ты стоял на одном месте я тебя хилил как мог но ты умер и пока я тебя хилил и отбивался я уничтожил машину судного дня фульмигате произошел здоровенный взрыв я даже это сам услышал в колонках после чего был небольшой ролик где фульмигате со своей машиной прицелился сначала на нас потом на катарину потом вылетел из этого купола отлетел сейчас рассказываю чтобы ты знал в чем суть я возьму тебя ну ты из надо чтобы ты сейчас знал что ты свои эмоции рассказал по этому поводу вот я потом какой-то два луча непонятных были то ли с купола вверх то ли сверху от машины судного дня которая взлетела на вертолете ки были вниз и дело в том что взорвалась и машина и купол но у меня сейчас титры прошли замечательных индусов и я нахожусь под куполом здесь же где убивал машину машину и всех его приспешников я могу тебя воскресить снова не надо меня воскрешать и сейчас объясню всем ребятам что у меня на это время было всю эту битву последние семь-восемь минут я созерцал великолепную табличку windows прекращена работа программы incredible adventures of one helsing либо закрыть программу либо искать превышение проблемы в интернете я не знаю я хост я не знаю каким образом же не играл в мою игру беспонятно как я читер у меня анхельсинг вылетел с ошибкой и знаешь это ты понимаешь да это вся битва зависела закрыть программу или нет о господи боже мой я висел на волоске на самом деле да 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 я уже решил начать писать тебе в чат мы как-то шутили на эту тему в общем ребята у тебя там что-то еще происходит или нет все вот мы стоим с тобою посредине всего и написано уничтожить автомат судного дня снова мы закончили прохождение этой игры я ее искренне ненавижу всем сердцем последние 22 часа прохождения последний месяц который мы ее записывали ждал битвы с финальным боссом я ради этого проходил в конце концов у меня трижды выкинуло при этой битве спасибо разработчикам которые делали очень хороший код я им обязательно напишу сегодня все что я не думаю я и буду каждый день писать пока имени забанят на этом в их форуме пока я они не 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 напишут steam я все напишу что я не думаю буду каждый день им это писать игра поначалу великолепно то есть начинала очень шикарно для хакан слэш для я не очень люблю игры такого плана но мне очень понравилась хорошая атмосфера юмор побочные квесты и скатилась она в унылую хрень которая боевка одна типичная банальная боевка где надо просто тупо нажать и наказываешь начать какая-то казуальность блин одна только записываем уже около четырех часов и за это время я абсолютно не приходя в сознание каверил на абсолютно любые темы не отвлекаясь от нашего не отвлекаясь на ван хельсинга не отвлекаясь на ван хельсинга да вот это вот мои впечатления то есть я искренне советую покупать такую эту игру и я не знаю я очень не люблю эти разработчиков искренне советуешь искренне с вами не надо не надо я посоветую покупать каким своим врагам наверно все я на этом закончу свое суждение все спасибо теперь очередь говорить джене и я дам ему это возможность на самом деле я буду краток игра я как уже по многим говорил да игра шикарно и ужасно вода одночасье да она шикарно по потому что она такая и ужасно потому что она тоже такая потому что здесь ужасный кооператив одиночная было бы если проходили мы по одиночности как бы она была бы наверное не так не наверное скорее всего не так бы весело да да нам я думаю ну как бы оперативе там обсуждаем одиночки интересно было по-любому не так весело да но она бы не лагала так ужасно не выкидывала каждый раз меня причем постоянно когда мы перезаходим какие-то грёбаный локат но это она кипевшим да вот вот но мы и закончили товарищи я этому счастлив мы этому счастливы вот очень счастлив и так буду рад и удалить со своей системе не представлять она занимает 8 гигабайт места пристала 1 нихрена себе я никак не прощу в течение бог чему чему лагов там наверно только играть 10 гигов а 8 гигов лагов просто Это просто Это не выносит Наверняка какой-нибудь индусский фильм записан А где танцы, кстати? Ай-на-не-не-не Ай-на-не-не-не Это же индусская игра Вставим обязательно Окей, ну что, ребята Большое спасибо, что вы досмотрели все это до конца Я смонтирую серию У Жеки она будет оригинальная Но увидимся в следующем прохождении Следующий кооператив мы будем делать по игре Какой игре? Магика Игра Магика великолепна С моим отзывом Очень классный юмор, очень интересная рисовка Все очень здорово И вроде бы там нет таких глюков Мы на это надеемся Я пойду в церковь Женя даже в церковь сходит до этого Я не знаю, что он собирается делать с церковью Он будет надеяться, что все будет хорошо Молиться Хорошо, хорошо, хорошо Ладненько, наверное, будем прощаться В этом прохождении мы прощаемся с вами Да, прощайте Прощай I'll be back We'll be back We'll be back, да Мы вернемся в магике Всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok